Всем привет дорогие зрители! Мы продолжаем рейтинги по игре Мафия. И на этот раз во внеочередном рейтинге примут участие автомобили, которые имели большое значение для нашего главного героя. Я надеюсь, что вам этот топ понравится, он покажется вам интересным и вы согласитесь, быть может не со всеми, но с некоторыми позициями. Ну что ж, начнем с пятого места. И пятое место. Кошмарный сон Томми Анджела, от которого он не мог отойти очень долгое время. Вам просто не показали часть сюжета, но после поездочки на Булт Айси, наш главный герой Томми Анджела отдыхал по меньшей мере несколько месяцев, прежде чем приступить к своему первому официальному заданию, будучи в семье Сальери. И эта машина настолько убогая, что даже местные жители, которые не имели автомобиля, смеялись вам вслед, потому что лучше ходить пешком, вместо того, чтобы ездить на такой развалюхе. Но, собственно, это были начала 30-х годов, и для того, чтобы первое задание пройти, наш главный герой должен был показать сталиные нервы, и он таки справился с этим всем, и в итоге вы сами знаете, что произошло. Так что Булт Айс стал пятым по значимости автомобилем для нашего главного героя. Кстати говоря, вы можете заметить, насколько мало места в этой машине, что Поли и Том прижались друг к другу, чтобы хоть как-то добраться до этого самого места. Ну, пятое место Булт Айс. Ну, и четвертое место занимает уже более серьезный, солидный и современный автомобиль, который называется Silver Fletcher. Именно это авто Томми Анджела спер, извините за выражение, но иначе не скажешь, Савиллы, советника, и угнал вместе с Сальватором в Хоббекинг, и он, собственно, его и оставил. Чем еще примечательно это событие, так это тем, что мы уже в 11-й миссии получаем машину, на которой можно ездить до конца игры. Статус нашего главного героя, естественно, повышается до заоблачных высот. Ну, и, собственно, по праву, ведь ни у кого больше, кроме самого Морелла и у Тома, не было такого автомобиля, ну, до середины 30-х годов, по крайней мере, точно. Так что Silver Fletcher занимает почетное, уверенное и вполне заслуженное четвертое место в жизни нашего главного героя Томми Анджела. Третье место среди самых значимых автомобилей является Last Seater V16 Yellow. Именно этот автомобиль Томми увидел на своем первом задании, и именно Last Seater V16 стал подарком от Лукаса Бертоне первым и абсолютно бескорыстным. Благодаря тому, что Томми выиграл гонку у Лукаса Бертона, механик, а заблагодарил нас вот такой прекрасной машинкой, которую мы угнали в здание муниципалитета, убили охранника и поехали красоваться перед нашими друзьями в бар в Сальери. Так что заслуженно Last Seater V16 занимает третье броновое место в рейтинге самых значимых автомобилей для Томми. Ну и естественно второе место занимает автомобиль Брубакер, на котором Томми Анджела стартовал в смертельно опасных гонках, и который он, кстати говоря, каким-то чудом выиграл с первого места. Тут творилось что-то невообразимое, вы сами можете смотреть, что вообще происходит на этих гонках 30-х годов. Это просто беспредел, хаос, никто никого не щадит, колеса просто отваливаются от одного маленького столкновения, и поэтому такой шок, После того, как он, естественно, с триумфом Томми завершил эту гонку, абсолютно заслуженно можно поставить на второе место по значимости среди самых таких нестандартных, быть может, но очень важных, ярких в жизни Томми Анджела автомобилей. Так что Брубакер занимает почетнейшее второе место в подсознании Томми. И кто же занял первое место? Сейчас вы это увидите, хотя я уверен, что вы, по крайней мере, многие из вас догадались, что же это за машинка. Друзья, ну как же могло быть иначе? Первое место занимает, естественно, автомобиль, на котором наш главный герой, мало того, что встречал своих будущих друзей, так еще и долгое время работал таксистом и зарабатывал себе на жизнь. Если бы не этот автомобиль, то наш главный герой бы уже давно помер с голоду. Ну и я уверен, что для вас этот автомобиль тоже стал очень-очень значимым, ведь те несколько миссий, где мы должны развозить пассажиров по районам города, были незабываемо и скучно. И многие просто забросили эту прекрасную игру из-за этой унылой миссии и очень-очень зря. Но я лично тоже в первое время забросил эту игру именно из-за этой миссии, потому что мне было очень скучно, но ведь потом я нисколько не пожалел, что проходил эту игру многократно. И Falconer нам, собственно, этому тоже поспособствовал, хоть и не самым приятным образом. Так что этот автомобиль заслуженно абсолютно занимает первое место по значимости в жизни Томми Анжела Falconer победитель.